Гомельский экономический форум и выстава «Кермаш. Весна у Гомеля» – мероприемство традиционное, а тому и отдаши от них чекается ответное. Не просто сустреца, а лезь найти новых партнеров. Это, бадай, главная задача. У 2016-м только за международных участников больше 300 человек, и все приехали с конкретными пропановами. Как выник, подписание 18-ти погоднений на огульную сумму больше 300 миллионов долларов. Обращая таго, экономический форум выглядел за текавленность у представников аккредитованных в Беларуси дипломатических миссий. В прошлом году замежные послы в Вогуле проявляли до Гомельской области далекий интерес. По итогам 2016 года также можно констатировать высокую активность и интерес аккредитованных в Республике Беларусь дипломатических миссий по посещению нашего региона. Гомельскую область посетили 9 чрезвычайных и полномочных послов с официальными визитами, в ходе которых им был представлен промышленный инвестиционный потенциал региона. Развитие межрегиональных совезей во всех сферах минавито так можно сформулировать головную мету дзен Гомельской области в Москве. Три поверхи делового и культурного комплексу посольства Республики Беларусь у Российской Федерации и литерально ни одного свободного метра. Гомельскую область в Москве вы решили представить максимально полно – от культурных особливостей до экономических махчимостей. Урешті, головная задача – знайсти новых партнеров во всех сферах. Развитие межрегиональных совезей для Гомельщины заусюду было приоритетным накерунком. Дни в области у Москве – еще одна реальная махчимость их поширения. Если даже посмотреть сегодня всем известный Гомельсельмаш, то мы сегодня видим, что там только для производства этого комбайна тысячи поставщиков. И если посмотреть глубже, то 60% комплектующих этого комбайна – это Российская Федерация. Поэтому говорит о многом, что дает возможность сегодня развиваться нашим регионам. И мы сегодня стремимся делать все возможное для того, чтобы эти связи украплялись, для того, чтобы экономический потенциал совершенствовался. Подчас джен Гомельской области у Москве у вересни минулого года подписывается неколькі протоколы, але бадая наибольш масштабны будовництва шебневого заводу. И еще один документ – это же с организацией вытворчусти торфяных сумесеў для землеробства и кормовых добавок для живелога доли на основе лельчиских сапропеллів. Активная работа по реализации этого проекта подшылась уже у четвертым квартале 2016-го. Было зарегистрировано предприятие. В настоящее время осуществляется подготовка соответствующих документов для начала деятельности. В последующем будет открыт филиал данного предприятия в лельчиском районе по производству данных сапропеллівых добавок. У минулого года Гомельский облвыконкам организовал 39 визит у замежных делегаций с 13 краин света. Только с Китая регион наведали проставники 7 провинций. Па часустрыша керавніства регионна с проставниками международной гандлёвой компании Знанкіна Баки адмерковали пытані супрацовніства у харчовы і древа працовчай промысловасці. Сёня доля Китайской народной республики ў знішніх гандлёвым оборот ў Гомельской області складае каля 10%. Проведзіны визиты закликаны ўстынавість ёшшы больш тесныя сувязі. У сваю жарго офіційныя делегація Гомельской області ў минулому годзі так сама. Неаднаразова наведывалі Китай. У Сакавіку 2016-га, наприклад, адбувся візіт ў провінцію Дзяньсу. Па ёго выніках падпісаны цэлый пакет документів па гандлёво-экономічным і навуково-технічным супрацовністві. Состоялся візит офіційныя делегація во главі с працедателем Гомельского облсполкома Владимиром Дзяньсу. Па итогам данного візита було підписано 15 двусторонніх документів, в том числе соглашення о сатрудничестві в сфере строительства экономічного шелкового пути. Єстюся подстава мерковать, што ў гэтым годзі міжнародне супрацовніство Гомельской області на міжрегіональному узроўні будзе не менш актывным, чым літаць. Тым більшто основы для гэтага ўжо закладзіны. Наприканці минулого года делегація Гомельской області наведала город Чэнду – центр китайськай провінцій Сычуань. Візит у адказ повинен адбытся ў першім кварталі гэтага года. Приняла участь в мероприятиях экономічного форума, где были представлены инвестиціонные проекты Гомельской області. И по итогам проведенных переговорів достигнута договорённость о візите офіціальной делегації провінції Чэнду в феврале-марте 2017 года в город Гомель для ознакамлення с экономическим инвестиціонным потенціалом регіона. Олеша Чырова, Ольга Кыновалова, Ёген Макіенка. Телерадо. Компания Гомель.